У нас достаточно часто проходит восстановительный сбор, но, правда, в Дубае. И бывало такое, что именно во время этапа в Абу-Даби мы находились в Дубае. Вроде бы есть возможность до туда доехать, но, к сожалению, тренировки, и нужно покупать билеты. И поэтому, наверное, это такая самая осуществимая мечта, которая может сбыться. Но нужно все лишь захотеть и постараться ее осуществить. Ну, я думаю, что теперь еще ближе стали, и вы уже можете спокойно прийти в падок. Ребята, я все знаю. Хорошо, Светлана, ну, я думаю, что здесь стоит начать разговор именно про синхронную плаву. Поздравить вас, феноменальный сезон. И Казань, и действительно, какой успех, просто, да, как бы, вот вы сейчас немножко, отойдя от этих вот побед, что можете сказать, какую сами себе оценку ставите? Можно было бы еще немножко что-то сделать? Ну, наверное, все спортсмены и максималисты. Можно сказать, что можно было где-то исправить ту или иную ошибку. Но если бы, история не терпит слагательного наклонения. Поэтому, я думаю, что мы сделали все, что могли. Действительно, в синхронном плавне впервые мы выиграли 8 золотых медалей из 9, одна серебряная. Но я думаю, что это было тоже некое недоразумение. И это должна была быть золотая медаль в нашем микс-дуэте. Мы все довольны безумным результатом. Немножко отдохнули. И я думаю, что сейчас уже с полными силами будем готовиться к новому сезону, олимпийскому сезону, где будем ставить новые программы, как в дуэте, так и в групповых упражнениях. Поэтому теперь нам главное только сил. Я об этом обязательно спрошу. Но сначала с Натальей мы тоже общались. Наталья Ищенко недавно вернулась в большой спор после рождения ребенка. Как вам было начать вместе работать после ее продолжительной паузы? Как строилась работа на первых тренеров? Можете вспомнить? На самом деле у меня было такое ощущение, что Наташа никуда не уходила. Потому что те два года, которые она не плавала, мы постоянно созванивались, списывались. Мы встречались в то время, пока Наташа была в положении. И встречались, гуляли с ее сыном. То есть постоянно напоминали друг о друге. И когда Наташа пришла в бассейн, наверное, для меня ничего не поменялось. Я была безумно рада ее видеть рядом с собой. Потому что я наблюдала ее до этого на бортике. И не понимала вообще, как такое может быть, что Наташа сидит наверху, а я нахожусь внизу. В воде, в холодной, в мокрой. Но когда она вернулась, все стало на свои места. И понимаешь, что годы, которые мы работали вместе, это уже, получается, 10 лет совместной нашей работы с Натальей, дают о себе знать. То есть ты понимаешь, что ты человека не только чувствуешь, да, и ты понимаешь его без слов. Можно подумать, и ты понимаешь, что Наташа подумала о том же самом. То есть, наверное, это очень приятно найти какого-то человека, да, близнеца, который будет с тобой вот так же в чем-то схож. А как вы узнали, что Наталья возвращается? Она вам позвонила? Как это было? Помните? Ну, я помню, что Наташа долго думала по поводу того, вернуться или нет. Естественно, главный вопрос у нее стоял, как оставлять ребенка дома. Наташа нашла очень хорошую няню, которая сейчас сидит с Наташиным сыном. И, наверное, это было самым главным решающим фактором, чтобы оставить ребенка с кем-то еще. Это был вам звонок. Света, я возвращаюсь. Как это было? Сначала Наташа сказала, что она попробует. Она начала потихоньку плавать. И уже, наверное, где-то через месяц нам всем стало понятно, что она уже никуда от нас не уйдет. Что она достаточно легко вошла в форму. И эту форму она поддерживала во время беременности. Поэтому, как бы, никаких проблем у нее с этим не было. Люди, которые, так скажем, не суперэксперты, а просто немножко далеки от синхронного плавания. Я думаю, что у всех главный вопрос, как у вас рождается взаимопонимание, о котором вы говорите. Ну, понятно, вне бассейна вы тоже общаетесь, вы понимаете. Но вот насколько сложно было вам находить бритера друг к другу, когда вы только-только начали? И в чем секрет именно такого успеха, в вашем понимании? Секрет в том, что первые, наверное, 4 года нашей совместной работы мы с Натальей выступали и в дуэте, и в групповых упражнениях. И все это время мы жили вместе, так как живем на спортивных сборах. И, наверное, 300 дней в году, а то и больше, может быть, 330 дней в году мы живем вместе, бок о бок. Мы видели друг друга гораздо чаще, чем наших родных и близких, чем друзей, мужей и вообще, не знаю. И, наверное, даже с помощью этого достигается какая-то сплоченность, вот это взаимопонимание. Сейчас мы, наверное, стараемся меньше видеться, когда у нас выдаются выходные дни, потому что у каждого своя личная жизнь, и каждый пытается где-то преуспеть еще. Но при этом общение наше не становится хуже. То есть притирались мы недолго, я думаю, с Наташей. Бывает такое, что действительно ругаемся, потому что как в женском коллективе и без ссоры. Но это, на самом деле, абсолютно нормальные, можно сказать, бытовые ссоры. Кто-то считает, что прав, кто-то считает, что он не прав. Вот, поэтому... Это по программе? Это в основном по программе. У нас не бывает других разногласий. Если совсем как-то далеко заходят наши споры, то тут уже выступает тренер Татьяна Данченко, который сразу разруливает быстро ситуацию и делает так, что вроде бы никто не виноват, но при этом все должны что-то исправить. Это, наверное, как правило у вас перфекционизм. То есть вы стремитесь, наверное, еще и еще лучше сделать? Ну, естественно, стремимся, так как соперники-то уже наступают нам на пятки, поэтому приходится работать на износ. К слову о пятках, да, я думаю, что... Опять же, всем понятно, это в первую очередь китайцы. Вот, действительно ли они так подбираются, да? Это не миф, что они действительно стали вашими конкурентами, и за счет чего, как вам кажется? Они что-то перенимают от нас? Действительно, китайцы наступают на пятки. Мы безумно боимся их на протяжении всего года, пока мы не видим их. То есть они тренируются где-то у себя далеко, не показывают видео, не показывают свои новые программы. Ну, наверное, делают все то же самое, что делаем и мы. Вот, я думаю, что даже вот эту часть тренировочного процесса они переняли у нас. Я знаю, что в техническом плане они стали подтягиваться тоже из-за того, что они включают какие-то наши базовые элементы, которыми они раньше, скажем так, не увлекались. Вот. Ну, наша система действительно самая сильная в мире, и, наверное, грех не воспользоваться тем, что уже есть. Мы боимся их, мы их уважаем. Наверное, самое главное, что должно быть к соперникам, я считаю, что это уважение. Но как только мы встречаемся на соревнованиях, порой видим, что мы готовы лучше, мы готовы показать, как это нужно делать. Вот, и тут уже нужно не оплошать. Наверное, этот вопрос все-таки скорее не к спортсменам, а к функционерам, но вот все-таки не могу вас не спросить. Есть ли такая опасность, я не знаю, опасение, что, например, произойдет некогда, там, птичка мозгов тренеров. То есть могут ли наши тренеры какие-то, да, опытные перейти туда? Вы вообще задумывались об этом? Есть ли такая действительно опасность? На самом деле, очень много наших российских специалистов так работают за границей, но как раз-таки они не работают ни с Китаем, ни с Испанией. Конечно, есть опасения, есть страхи, что вот уедет наша Татьяна Данченко, что уедет главный тренер Татьяна Николаевна Покровская. Мы за это переживаем, но надеемся, что такого не случится, хотя, кто знает, как бы каждый человек выбирает лучшие для себя условия, и, наверное, это абсолютно нормально. Не могу сказать сейчас, собираются они или нет, так как на носу все-таки Олимпийские игры, и я уверена, что еще в ближайший год, и даже, может быть, дальше, мы будем работать все вместе. Вот, но я думаю, что в жизни все возможно, и главное, опять-таки, уважительно относиться и к нашим тренерам, и к нашему и медперсоналу, и всем тем людям, которые обеспечивают нам условия для тренировок. У вас были уже инопланетяне, номер, который, я думаю, всем запомнился, и, ну, многие, естественно, задаются вопросом, тем более, когда вы недавно сказали, что у вас уже созрел план, у вас есть программа, и остается только тренироваться. Вот, многие задаются вопросом, что же дальше, у непланетяне были. Понимаю, раскрыть вы это не можете, и не нужно, а то китайцы послушают. Но все-таки, какие-то общие черты, то, что, может быть, вы еще не говорили, вот, во-первых, как это родилось все, да, и вообще, в каком направлении хотя бы вы определили, что нужно двигаться для достижения новых побед? Ну, на самом деле, мне кажется, что выбор образа – это наиболее сложный процесс в нашей работе, потому что хочется действительно придумать что-то интересное, именно такое, чего не было еще ни у кого. После нашей программы «Инопланетяне» многие иностранцы махали на нас руками и говорили, ну, да, инопланетяне, что их не достать? То есть, конечно же, и нам приятны даже такие отзывы, да, когда с нами даже не хотят сравнивать никакую другую страну, вот, но после такого каждый раз становится еще страшнее, что мы не знаем, что дальше делать. Мы не знаем, какой образ придумать. У нас есть, да, мысли, под эти мысли нужно найти определенную музыку. Могу сказать только, что, наверное, мы постараемся сделать этот образ более женственным, и он будет отличаться от инопланетян. Техническая программа тоже будет новая, мы над ней тоже пока думаем, но, повторюсь, это, наверное, самое сложное, что-то придумать, какую-то идею и воплотить это в реальность. Все, даже не знаю, что еще вам рассказать. Ну, вот, к слову, это, естественно, подготовка к Рио, это, я думаю, что в голове, вот, на Новый год вы будете, наверное, желать что-то, что будет связано с Рио. Да, и на самом деле, в Рио она вроде бы вот уже через год, но на самом деле еще около 219 дней. На обратное число уже пошло? Да, уже пошло, недавно было 300, поэтому, можно сказать, мы уже скоро нарисуем календарь, мы ведем такой календарь обычно перед Олимпийскими играми. Одной палочкой зачеркивается первая тренировка, вторая и вторая тренировка, и вот так вот на протяжении последних дней до Олимпийских игр. Отсчет пошел, это самое главное, главное, чтобы хватило сил. Естественно, самое главное наше желание будет это победить. Ну, мы спортсмены, люди своеверные, прям так говорить мы не будем, конечно, для начала нужно туда поехать, и главное, чтобы хватило сил. Я думаю, что морально мы будем все абсолютно точно готовы, потому что, по крайней мере, у нас с Натальей это уже будут наши третьи Олимпийские игры, у девчонок из команды у кого-то вторые, будут и молодые, новички, которым нужна будет помощь, которых нужно будет поддерживать. И я думаю, что как раз-таки роль старших коллег мы будем выполнять на все свои 100%, надеемся, что мы поможем нашим девчонкам. Ну, кстати, вот еще пара вопросов. После 2016 года, я знаю, что синхронное плавание, мы говорим все, будет называться артистическое плавание. Так ли это? Если так, вам это кажется как правильно? Артистическое плавание. Ну, да, вроде бы как нас должны переименовать, артистическое плавание, звучит красиво, но опять-таки не так много народу знает про синхронное плавание, а если его еще и переименовать, то мне кажется, люди абсолютно запутаются, да, что это за вид спорта и что там делается. Хотят переименовать, насколько я понимаю, из-за того, что в синхронное плавание вошла такая программа, как микс-дуэт, и когда не все партнеры могут выполнять тот или иной технический элемент, они начинают выполнять сольные партии. Вот, наверное, поэтому... Это уже не синхронное плавание. Да, это уже не синхронное плавание. Может быть, было бы логичнее микс-дуэту назвать артистическим плаванием, а все остальное оставить под названием синхронное плавание. Но, не знаю... Неоднозначно. Абсолютно, да, неоднозначно. Интересно, что будет, а мы так далеко еще не заглядываем, конечно, вот, но посмотрим. Светлана, ну, не могу не спросить, тем более в кулуарах мы уже с вами обсудили. Парус-то это спорт у нас еще, оказывается, нарисовался. То есть внутри 16, мы все болеем, мы... Ну, не будем говорить, все, но все хорошо проходит. А что дальше? То есть, получается, вы уходите в парус? Я думала, что я ухожу еще после Лондона. Я думала, что я заканчиваю свою спортивную карьеру. Так происходит каждый год. Поэтому я уже абсолютно не зарекаюсь вообще, уйду я куда-либо или нет. Вот. Но мысли есть, идеи есть. Хотелось бы попробовать себя в парусном спорте, потому что сейчас я выступаю в роли любителя. Вот. На профессионала, конечно, еще нужно доучиться и, наверное, много всего познать. Вот. Но это очень интересно. Я думаю, что могло бы получиться. Вот. И чем, черт не шутит, почему бы в Токио в 2020 году и съездить на Олимпиаду уже в парусном спорте? Это было бы мега круто. Евгений Капельников к нам, к сожалению, в этом году так не доехал. Но я помню, я с ним общался. И ведь известно, что он в теннисе завоевал Олимпийское золото. И потом он пробовал себя в Горбе и даже чемпионат России выиграл. Правда, сейчас у него задача стояла в 2016 году, но не получилось. Но я думаю, что у вас-то может получиться. Может. Ну, может быть, и попробуем, но посмотрим. Я желаю вам удачи. Мы болеем за вас. Автодром Москва у Рейска. Я думаю, что там поклонники зрителей АРБК тоже за вас болеют. Спасибо большое. Спасибо.